Кажется, грипп начинается. Внимание! Возможно, утечка информации. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Ариана Поленова. В Казанском университете стартовал новый благотворительный проект кафедры связи с общественностью и прикладной политологией высшей школы журналистики и медиакоммуникации «Ёлка добра», которую она реализует совместно с автономной некоммерческой организацией «Приют человека». До 25 декабря любой желающий может принести на кафедру для жителей приюта не только сладкие подарки, но и одежду, обувь, белье, а также технику. Все собранные к Новому году подарки будут переданы нуждающимся. Это такая мелочь, но все равно это приятно людям, которые обездолены, для которых праздник тоже праздник, и хочется его как-то отметить. Эпидемия COVID-19 утихла, но вирус не оставляет жителей Татарстана в покое. Новый штамп гриппа гуляет по улицам республики. Что это за вирус и как горожанам сохранить свое здоровье, расскажет Аделина Абдрахманова. Еще недавно COVID-19 вводил россиян в панику. Люди были вынуждены носить маски и старались не выходить из дома без экстренной необходимости. Но уже сейчас на смену коронавируса пришел новый штамп гриппа. Штамп H1N1, который так встревожил население и наделал много шума в 2009 году, снова вернулся. За последнюю неделю в Татарстане было выявлено 47 случаев заражения свиным гриппом. Среди штаммов гриппа, которые в этом году будут поражать население России, Татарстана в частности, их несколько, но есть достаточно один опасный. Это родственник свиного гриппа, так называемого штампа H1N1. Не совсем такой, какой был тогда, но тем не менее очень похожий. И в среднем тяжесть заболевания, она, конечно, в этом году ожидается более высокой, чем была, например, несколько лет назад. У H1N1 симптомы типичны для обычного гриппа. Головная боль, высокая температура, ломота в теле, сухой кашель. На вопрос, как проходит само заражение вирусом, специалисты отвечают просто. Вирус гриппа относится к ОРВИ, то есть острым респираторным вирусным инфекциям. И как любые ОРВИ, он передается в первую очередь воздушно-капельным путем. То есть человек вдыхает мельчайшие частички аэрозоля, например, частички слюны, когда люди разговаривают, и вирус попадает в верхние дыхательные пути. Также эксперты считают, что были готовы к приходу штамма и заранее разработали вакцину, которая поможет принести эпидемиологическую ситуацию легче. Сейчас находящиеся в обороте вакцины предназначены для обострившегося H1N1. Вакцина значима, и это доказано, снижает вероятность заражения гриппом. И более того, еще более значительно влияет на то, насколько тяжелыми будут проявления гриппозной инфекции, если она все-таки через вакцину пробилась. Вакцинированные люди болеют значительно легче и значительно реже, чем невакцинированные. Чтобы защитить себя от заболевания, врачи советуют придерживаться простых правил. Больше гулять, соблюдать режим дня, проветривать помещение и не забывать про вакцинацию, которая является самым эффективным способом обезопасить себя и своих близких. Напомним, что привиться можно в униклинике Казанского федерального университета. Обязательно предварительная запись по телефону 233-30-00. Аделина Драхманова, Никита Акиншин, Универньюз. Декабрь. Месяц подведения итогов за год. Текущий год был полон взлетов и падений не только в сфере экономики и политики, но и в области кибербезопасности. Сколько записей с персональными данными оказались лиды за 2022 год? Расскажем далее. Плавно подводя итоги уходящего года, лаборатория Касперского проанализировала 10 крупнейших утечек данных 2022 года. Специалисты компании выяснили, что в сети оказались более полутора миллиардов записей с персональными данными. По словам эксперта лаборатории Юлии Новиковой, злоумышленники изучают и комбинируют утекшие базы данных. Такой подход позволяет киберпреступникам изучить потенциальную жертву и при контакте сбить ее с толку знанием многих подробностей. Обычно собираются открытые данные из нескольких источников, например, данные, с которыми вы регистрируетесь в электронной почте, либо в каком-то интернет-магазине из нескольких источников, из нескольких магазинов, данные ваших фамилий и отчества, номер телефона, электронная почта, сведения о ваших заказах. Потом все это объединяется между собой и строится правдоподобная история, которая в дальнейшем используется для введения возоблуждения, для того, чтобы вы предоставили доступ к своим счетам, к дополнительным сведениям, которые можно будет потом выгодно продать. Можно выделить три вида утечек и три вида их виновников. Первые два относительно безобидные – это умышленные инсайдеры, чаще всего лица, которые работали в слитых организациях, и случайные инсайдеры, которые не преднамеренно владели информацией, а после также передали ее наружу. Однако это еще цветочки. Самый опасный тип, по мнению эксперта, конечно же, хакера. Хакера, как раз те, о которых мы все больше и больше читаем сейчас, которые специально внедряются либо в сети, в информационное пространство организации, либо частных лиц и выводят эту информацию. Для использования, так скажем, на коммерческой основе. Совет, конечно, не очень хороший, но минимизировать информацию о себе в социальных сетях, здесь выкладывать только необходимые сведения, не раздавать направо-налево свой номер телефона, свою электронную почту. Пускай это немножко не соответствует общей концепции развития информационного общества и так далее, но выдавать только тот необходимый перечень информации, необходимый минимум информации. Минцифра Российской Федерации в настоящее время вносит уже не первые, но качественные изменения в законопроект об оборотных штрафах. Это ответственность лиц за разглашение персональных данных и уже новая часть в этой истории – уголовная ответственность за использование утекших данных. Но всем неравнодушным гражданам России остается ждать и наблюдать за нововведениями законодательства. На сегодняшний день в России переходная экономика, а политическая система находится в стадии постоянного реформирования. В этих условиях появляется очень много лазей для коррупции и использования служебного положения в плохих целях. О том, как с этим борются люди на самых разных уровнях государственной лестницы – далее в сюжете. Все собрались. Насколько наше мероприятие снизит или, не дай бог, повысит коррупцию? На 0,1% уменьшит или на 0,01% повысит уровень коррупции? В преддверии Международного дня борьбы с коррупцией Казанский университет провел традиционное ток-шоу «Активное студенчество говорит нет коррупции». Само по себе явление взятничества – злободневная проблема многих стран мира. Независимо от их уровня социально-экономического развития, правительство на протяжении долгого времени старается решить этот вопрос, но возникает встречный – а возможно ли это явление вообще искоренить? Коррупцию можно победить, если организовать правовое просвещение, воспитать в каждом человеке негативное отношение к коррупции. Это на самом деле очень важно, поэтому мы в Республике Татарстан, начиная со школьного возраста, с детей, начинаем воспитывать в них уважение к честности, уважение к закону, уважение к справедливости. И уже в студенческой среде мы продолжаем эту работу и объясняем студентам, что надо всего добиваться своими силами, своими познаниями, своими навыками делать все по-честному. И только так у нас в Республике можно добиться успеха. В шоуруме высшей школы журналистики и медиа, коммуникации, эксперты и студенты обсудили вопросы увеличения коррупции в период введения с Западом санкций против России и в период объявления частичной мобилизации. А также поговорили о том, необходимо ли вводить смертную казнь как способ борьбы с данным явлением. Мнения сторон разделились, а это значит, что система антикоррупционной комиссии требует некоторых доработок. Начали общаться с антикоррупционными студенческими комиссиями. Чем больше мы общаемся с ребятами, со студентами, чем больше общаемся с преподавателями, тем я считаю, что мы все-таки объясняем, если человек получает такие знания, значит он вооружен. Если вооружен, значит он знает, если он совершит преступление, к чему это приведет. То есть мы стараемся уменьшить риски, которые есть именно в плане коррупции, чтобы человек осознавал, что если он совершит пронарушение, преступление, то в дальнейшем он понесет наказание. В Казанском университете функционирует антикоррупционная комиссия. Ее главными задачами является минимизация коррупционных фактов и защита прав студентов в стенах вуза, а также просвещение в сфере политики коррупции. Это, безусловно, важно для формирования четкой гражданской позиции студентов. Алина Красильникова, Александр Кузнецов, Универа Ньюс. Подошел к концу Приволжский молодежный фестиваль народного творчества «Национальное достояние». Накануне в Институте филологии и межкультурной коммуникации состоялся гала-концерт, по итогам которого были награждены победители и призеры конкурса. Репортаж Маргариты Михайловой. Вокалисты, хореографы, театралы, художники и стилисты. На площадке Казанского федерального университета состоялся гала-концерт по итогам Приволжского молодежного фестиваля народного творчества «Национальное достояние». Более 300 участников из разных регионов страны на протяжении прошлого месяца активно отправляли свои работы на конкурс. И вот, наконец, итоги подведены. Институт филологии и межкультурной коммуникации объединил изначально университет этим фестивалем. Затем мы переросли в городской, в республиканский. Нас поддержали вузы Приволжского федерального округа. Ну и сегодня этот фестиваль расширил горизонты. И действительно он по праву носит название «Молодежный фестиваль», потому что здесь участвуют в этот раз уже и школьники, и участники наши школьники являются не просто наблюдателями, а конкурсантами. Гала-концерт посетили проректор по молодежной политике и воспитательной деятельности Ариф Межведилов, а также проректор по внешним связям Тимир Ханалишев. Помимо этого проникнуться атмосферой культуры народов России пришла делегация участников Международного форума к 50-летию Конвенции об охране всемирного наследия. В ее состав вошли гости из Сирии и Иордана, а также представители ЮНЕСКО. Основной задачей фестиваля является популяризация в молодежной среде народного вокала, музыки, хореографии, а также возрождение древних ремесел и использование забытых технологий. Конечно же мы обращали на то, чтобы участники, это и дети, и молодежь студенческая, у нас же участвовали и школьники, и студенты вузов, а также учащиеся сузов, чтобы они именно опирались на народное творчество. Да, где-то это могла быть стилизация, но все равно, чтобы были сохранены те самые ценные национальные и народные традиции. Мы же все равно считаемся родными народами, это наша идентичность в наших костюмах, в наших речах, как мы разговариваем и как мы себя ведем. Это наша история. На территории России проживает более 190 народов. Каждый из них принес к культуру нашей необъятной родины что-то свое. Именно поэтому, вне зависимости от принадлежности к ним, мы больше, чем сограждане. Мы единый народ с богатой историей и культурным наследием. На этом все. В студии была Ариана Поленова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»